Hey guys, what's up? Сегодня мы с вами обсудим одну очень интересную тему, а именно, как и когда употреблять слово once. С вами Тамара и канал Puzzle English. Поехали! Начнем с того, что слово once переводится как однажды и бывает разными частями речи, наречием или союзом. Также в некоторых выражениях once бывает существительным, но прежде всего мы рассмотрим его в роли наречия. Итак, мы используем слово once, чтобы сказать, что что-то произошло только один раз и больше никогда не происходило. Также мы используем once в качестве наречия, когда хотим сказать, что что-то произошло один раз в день, неделю, месяц или год. Тогда мы будем использовать once a Она звонит нам раз в день, каждый день Он приходит сюда раз в неделю Если же мы хотим сказать, что что-то происходит один раз в несколько дней, недель, месяцев или лет, то мы будем говорить Once every плюс число плюс дней, недель, месяцев, лет Мы путешествуем раз в каждые три месяца Он переезжает из одного дома в другой каждые пять лет Также мы можем использовать слово once в качестве наречия, когда говорим о том, что что-то происходило некогда, однажды, когда-то в прошлом Для обозначения событий, которые происходили в прошлом, но сейчас уже не происходит В этом случае once будет стоять между подлежащим и сказуемым He was once a famous writer Некогда он был известным писателем, но сейчас таковым уже не является Ben once owned a mansion Бен некогда владел особняком, но сейчас он уже им не владеет А еще вы наверняка слышали выражение once upon a time Однажды, некогда С него обычно начинаются детские сказки Но в принципе это выражение можно услышать и в другом контексте Как и предыдущее, оно означает, что действие происходило в прошлом, но сейчас оно уже не происходит Отлично, мы с вами рассмотрели once в роли наречия Теперь стоит разобрать его в роли союза Итак, мы используем once в качестве союза, когда это слово имеет значение как только или когда Как только она улыбнулась, я узнал ее Как только я доберусь до магазина, я позвоню тебе Вот тут мы сделаем остановку и разберем это предложение поподробнее Как видите, это предложение имеет значение будущего времени Но первая часть этого предложения Once I get to the shop Написано в present, то есть в настоящем, а не во future, в будущем А все потому, что в предаточных предложениях с once, которые имеют значение будущего времени Мы не используем shall или will Поэтому часть once будет стоять во времени present Причем это может быть и present simple, и present perfect А вторая часть, которая уже без once, она будет стоять во future simple В будущем времени Давайте рассмотрим аналогичный пример, чтобы понять, как это работает Once I meet Sam, I'll tell him the truth Как только я увижу Сэма, я расскажу ему правду Снова, часть с once стоит во времени present А вторая часть, без once, стоит во времени future simple Как только она сделает домашнюю работу, она пойдет в бассейн Часть с once стоит во времени present perfect А вторая часть уже во future, в будущем На этом все, друзья Давайте еще разок пробежимся по основным моментам этого урока Итак, once может быть союзом, наречием или в некоторых выражениях даже существительным Итак, наречием once является, когда мы говорим, что что-то происходило один раз и больше никогда не случалось Второе, когда хотим сказать, что что-то происходило один раз в день, неделю, месяц, год Тогда мы будем говорить once a А если что-то происходило один раз в несколько дней, недель, месяцев или лет Мы будем говорить once every плюс число и дальше уже писать дней, недель, месяцев и лет Третье, когда слово once употребляется в значении некогда, когда-то, однажды в прошлом Для обозначения явлений или событий, которые имели место в прошлом, но сейчас они уже не происходят А союзом once является, когда это слово имеет значение как только или когда Ну что ж, мы отлично поработали сегодня Теперь вы можете пройти по ссылке в описании и выполнить упражнение на данную тему С вами была Тамара и канал Puzzle English Bye-bye!